Приветствую вас и, конечно же, понимаю ваше желание вернуть отношения с девушкой, понимаю ваше стремление не унижаться, но проблема заключается в том, что девушка ведет себя достаточно своемравно, она ведет себя достаточно независимо от вас и от, собственно говоря, отношений, и поэтому представить себе о том, представить себе это не то, что она изменится, я не могу именно вот в данный момент, слабо представляется, что ее отношение к вам будет другое, но она не говорила, что любит вас, она не говорила, что будет с вами, она откровенно устанавливала свои личные границы и, вы знаете, основной вопрос, который вам нужно для себя прояснить, заключается вот в чем. Что вам эти отношения дают и давали? Для чего вы хотите ее вернуть? Потому что если вы расстались, причем вы даже не ссорились, вы, в общем-то, просто обсудили с ней факт, который был факт не самый приятный, не самый правильный, правильный, не самый уважительный по отношению к вам, и она так отреагировала, что если человек не готов идти на уступки, и человек не дорожит вами настолько, чтобы ради вас идти на уступки, и вот возникает вопрос, А зачем вам такие отношения? Что они вам дают? Вы пишете, что ваши друзья советуют вам расстаться, советуют вам окончательно расстаться, забыть ее, но вы не можете. Ваши друзья хотят вас защитить. Их желание понятно. Конечно, вы решаете сами, что вам делать, как вам поступать, и так далее. И отвечая на вопрос, поздравлять ее с днем растения или нет, я вам постараюсь ответить так. Поздравить ее, то есть проявить знак внимания, безусловно, нужно. Это поведение взрослого, серьезного человека. В конце концов, вы не маленькие дети, чтобы обижать друг на друга, обижаться совсем, да, вообще не поздравляю даже. Это, ну, ребятчество, это не серьезное поведение. На вопрос, дарить ли ей что-либо. Опять же так. Какой-либо презент, это уже серьезный знак внимания для нее. И явное выращение ваших эмоций и ваших чувств в ней. А значит, она может это истолковать, либо как ваше желание вновь с ней быть. И это, конечно, с одной стороны хорошо. Но с другой стороны, она истолкует это и так же, что вы хотите к ней вернуться на ее условия. То есть вы фактически ее условия принимаете. Но вы-то не готовы принимать ее условия? Вы-то не готовы мириться с тем, что она еще с кем-то обнимается, например? Это прямо вытекает из того, что вы пишете. И зачем девушке и самому себе пускать перед врагом? Зачем обманывать ее тем, что вы вроде как согласились на ее условия? И зачем обманывать ее тем, что вы пошли на уступку? Это неправильно. А значит, чтобы быть честным перед собой, а значит и перед ней. Ну и нам едет на вопрос, на главный вопрос. Для чего эти отношения вам? Почему именно с ней? Что они вам дают? Вы в этих отношениях явно больше делаете, чем она. И вопрос в том, почему вы готовы мириться с таким ее, ну скажем так, не очень уважительным отношением к вам. Ради чего? Если, ради какого-то своего желания, какого-то своего страха и так далее, то с этим нужно разбираться. А в другом случае нет смысла возвращаться к человеку, который не ценит вас и не считает вас своим единственным. Мужчины, например. Другое дело, другое дело, что может быть у девушки и не было ничего серьезного с тем человеком, но обнялась она с ней, ну и что? Может быть это ее знакомый какой-нибудь или друг, или она вас решила проверить на решительности и принципиальности. Непонятно, почему вы ей солгали. Вот что вами двигало. Но узнали вы про то, что она с кем-то обнималась. Вам не понравилось. Имейте полное право ей об этом сказать. Потому что вы вроде как в отношениях. И здесь тоже важный момент. Она вам обещала что-нибудь? Нет. Если она ничего вам не обещала, вы не будете ничего от нее требовать. А если вы хотите от нее каких-то обязательств, то она этих обязательств не дает. То значит она вам их и не даст. Просто потому-то она не изменилась, она осталась все той же. Это вы мне нуждаетесь. А если не по всему хорошо и без вас. И в свою очередь это означает также, что она не заинтересована в том, чтобы вы были вместе. Вот поэтому я рекомендую вам ответить на вопросы, о которых я говорил ранее. Дабы иметь полную картину того, какое место занимает девочка в вашей жизни. И уже тогда, в зависимости от того, кем она является для вас, продумывать свое поведение. Дабы, как раз таки, не унижаться. Дабы сохранить лицо и не обесценить себя. Сохранить достоинство. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо.